Григориопольские аграрии научились работать лёжа. В одном из хозяйств в Малаештах освоили новый метод уборки огурцов. Подробности расскажет Александр Бабак. По дорожке между плантациями с черепашьей скоростью ползёт трактор. За собой тянет широкую платформу. На конструкции 12 лежаков. Это рабочие места сборщиц огурцов. Такой способ подсмотрели в Германии. Оказалось, такое же оборудование производят и в Белоруссии. Взяли на пробу одну площадку, рабочие сразу оценили новинку. Говорят, это тебе не на четвереньках ползать или согнувшись весь день стоять. Очень удобный. В прошлом году мы собирали вёдрами, ходили по кустам, а сейчас очень хорошо. Кусты не ломаются. И легче. Не таскаем вёдра. Прямо на линию идёт огурец и очень хорошо. Ночью в Малаештах прошёл ливень. К утру на поле не пробраться. Болото по колено. Даже трактор движется с пробуксовками. Но благодаря этому механизму люди в буквальном смысле парят над огурцами. И при этом не топчут куст. Легче людям. Они в теньке, лежат на мягких матрасиках. То есть страдают только за грязью только один трактор, так можно сказать. Но у нас безвыходная ситуация, потому что огурец надо собирать каждый день. И в таких днях тоже, когда дождь идёт особенно, чуть-чуть прохладнее, он растёт, его надо собирать. Ежедневно с трёх гектаров люди собирают по три тонны огурцов. При уборке традиционным способом на такой объём рабочих понадобилось бы в несколько раз больше. А это автоматизированная сортировочная линия. Делит огурцы по размеру. Вот такие мелкие на расхват. Идеально подходят на засолку. А эти уже переросли. Пойдут разве что на салат. Овощеводы стараются как можно чаще обходить грядки, чтобы овощи не перезревали. Сезон огурцов продлится до конца августа. Также на этом поле уже собирают перец, баклажаны, томаты и лук. На подходе картофель, позже капуста, свёкла и морковь. Всё это удалось вырастить только благодаря поливу. А без полива в этом году пшеницы забрали по 300 килограмм с гектара. Так что в овощах даже и речи. Мы даже поливали, у нас сходы были плохие. Ну а на следующей неделе на прилавках появятся местные арбузы с этой бахчи. Они уже набрались влаги и теперь дозревают под солнцем. Александр Бабак и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.